Случай заражения выявили в Крыму за последние сутки. Все это было сделано по согласованию с руководителями федеральных силовых структур, представителем президента Российской Федерации в Крыму и так далее. То есть все находятся дистанционно, мы знаем и организовываем взаимодействие на высоком уровне между всеми. Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщины госпитализированы в инфекционный стационар Ялты. Житель Раздольнинского района и члены его семьи на данный момент помещены в обсерватор Евпатории. Медработники при этом соблюдали все меры предосторожности. Прибыл как контакт на лицо, уже был на контроле. Соответственно, слава богу, контактов лишних не было. Там только члены семьи. То есть у нас находятся под угрозой. И второй случай – это Ялта, да? Получается. Это уже второй случай. Дополнительно ждали результат, но вот только-только, значит, прямо на грани получили перед началом штаба. Это Ялта. Женщина была уже с признаками, да, получается. То есть СОРВИ. Количество участников регионального оперштаба снизилось почти вдвое. Несмотря на прохождение членами штаба тестов на COVID-19, все участники сидят на удаленном друг от друга расстоянии. Житель Республики Крым, который находился в Москве в больнице на лечении в ней травматологии и ортопедии, он находился там на лечении с 25 марта по 6 апреля. Значит, он передан был нам под медицинское наблюдение еще теруправлением города Москвы по прибытию. То есть в отношении него были приняты все меры по наблюдению и изоляции, так как это должно по протоколу. Завтра крымские власти представят новый пакет социальной поддержки граждан. По предварительным подсчетам в рамках мер помощь получат до 200 тысяч человек. Много обращений поступает, что у людей, дети, которые родились в разные периоды, не попали под те или иные указы или программы, соответственно, лишены возможности получить многодетных семей, там касается и так далее. Разбираем ситуацию. Завтра, в том числе, на штабе предварительно еще объявим о дополнительных мерах поддержки, то есть малообеспеченным, тем, у кого действительно на сегодняшний день совсем тяжелая ситуация. То есть вот Республика, мы идем на такие решительные достаточно шаги. То есть я говорю, миллиард рублей, это мы говорим только сейчас в рамках урегулирования ситуации за апрель месяц. Сегодня под медицинским наблюдением в Крыму более 2000 человек. У 34-х COVID-19 подтвержден официально. Из них 14 выздоровели, остальные 20 продолжают лечение. Руслан Минаев, телеканал Милет.